Привет, друзья! Мы начинаем целый большой цикл наших видеоуроков, который будет посвящен работе с досками. Как создавать изображение, писать живопись на деревянной доске. Конечно, наша классическая традиция, которой нет ни в одной культуре, это иконопись, в первую очередь работа на доске. Но это не обязательно может быть какое-то иконографическое изображение, это может быть любой рисунок. Даже если вы решили расписать шкатулку деревянную, то хорошо бы подготовить дерево к работе, прежде чем класть на нее краску. А для этого мы используем специальный грунт для дерева, который называется левкас. Вот я вам покажу уже готовую залевкашенную доску. В принципе, для иконописи продают готовые доски, специальные мастерские, делают их и продают. Но я предлагаю вам готовить доску самостоятельно. Во-первых, вы можете залевкасить доску сразу с двух сторон, то есть создавать изображение с двух сторон. Например, здесь у вас будет лицевая сторона, а с обратной стороны какой-нибудь орнамент. И во-вторых, залевкашенная с двух сторон доска меньше деформируется. Левкас с двух сторон снижает риск деформации доски. А доски деформируются очень легко, потому что в дереве есть влага. Вот посмотрите, я вам покажу, как повело маленькую досточку. В дереве есть влага, и она от разницы температур и от разницы влажности воздуха все время то застывает, то расширяется, то чуть-чуть усыхает. Из-за этого дерево ведет. Мы ведь используем не цельные доски, не цельное дерево, а наборные доски. Кстати, про доски. Какие доски мы используем? Я вот люблю обычную сосну, которая продается в любом строительном магазине. Вот если посмотреть на срез, видно, что она наборная, и она прекрасно подходит для иконописи и любых изображений на дереве. Я люблю, конечно, доски шириной 4 сантиметра, потому что они не деформируются. Но если вам нужно изображение полегче, какая-то картина полегче, вы можете взять доску 2 сантиметра. Вот мы, собственно говоря, вот такую и будем левкасить 2 сантиметра. Обычная доска из строительного магазина. Там ее вам пилят нужного размера под изображение ваше, и вот вы ее используете. Кроме того, я рекомендую заливкасить себе маленькую досточку, вот такую, которую вы будете использовать в качестве палитры. Вы будете пробовать на ней краски. Краски мы будем использовать тоже специальную. Мы будем делать яичную темперу. Она хороша тем, что при послойном нанесении она втягивается в левкас, втягивается в доску и создает такое ощущение глубины, то есть изображение как будто смотрит на вас из глубины. Палитру тоже надо левкасить по всем правилам. Потом просто в конце я ее мою, она, конечно, навечно вам ее не хватит. То есть вот уже видно, что моя палитра трескается, через какое-то время я ее выкину и сделаю себе новую. Итак, левкас — это специальный грунт для дерева. Он состоит из мела, обычного классического, в смысле художественного в порошке, из желатина. Еще мы будем использовать пластификатор и под левкасом находится паволока. Паволока — это марля, которая укрепляет нашу доску и не дает ей деформироваться и держит левкас, сцепление левкаса с доской. Этот специальный грунт хорош тем, что он втягивает в себя краску. То есть постепенно краска соединяется с деревом, а не лежит на ее поверхности. Итак, вот эта доска — это готовый левкас. Здесь много-много слоев и уже отшлифованная поверхность. Если присмотреться, там видно немножечко марли. Это залевкашная доска, на которой начата икона. Если вы посмотрите, то здесь видно, что изображение как будто бы потерто, краска как будто размазана. В этом состоит прелесть левкаса. Если вы положили слой как-то неправильно, он вам не нравится, по цвету или как он лег. Вы в первые сутки можете его спокойно стереть даже влажной салфеткой и нанести заново. Конечно, через пару дней он уже втянется в мел и так легко не сотрется. Но когда вы пишете, вы можете сразу все поправлять. На этой доске видно, как ее повело. В принципе, ни одна доска от этого не застрахована, от изгибания. Чем она толще, тем меньше риск ее деформации. Поэтому лучше использовать доски 4 сантиметра. Но иногда хочется сделать маленькую легкую иконку или какую-то маленькую легкую картинку и мы используем тонкие доски, но тогда нужно быть готовым вот к такому искривлению. В принципе, многим людям это даже нравится, потому что доска приобретает такое ламповое такое состояние домашнее, приятное, рукотворное, не промышленное. Это наша палитра. Там тоже есть внутри павлока. Залевкашенная по всем правилам. Просто когда вы левкасите основную доску, можно параллельно левкасить себе маленькую палитру. И вот наша доска. Обычная наборная сосна из строительного магазина, которую мы будем левкасить с двух сторон. Видите, она такая с шероховатостями, даже с сучками. В этом нет ничего страшного. Это все закроется гладкой поверхностью нашего грунта. Первое, что нам нужно сделать, это проклеить нашу доску трехпроцентным желатиновым клеем. Что такое трехпроцентный клей? Это значит на 3 грамма желатина приходится 97 граммов воды. Три грамма отсыпать очень сложно. Это будут, это нужны ювелирные весы. А кроме того, 3 грамма вам не хватит на большую доску. Поэтому я всегда увеличиваю пропорцию до целого пакетика. Можно использовать любой пищевой желатин. Я использую вот такой, какой был в магазине, в пакетике 10 граммов. Если у нас 3 грамма равняется 97 граммам воды, то значит 10 граммов будет равняться 97 умножить на 10 и разделить на 3. То есть 970 разделить на 3. Получается примерно 323 грамма. То есть на 10 граммов желатина я налью 323 грамма воды. Итак, мы для клея используем крутой кипяток прямо только что скипевшей. Наливаем 323 грамма. Я меряю на весах. Конечно, тут надо быть очень точным. И заливаем наш желатин. И размешиваем хорошенечко. Хорошо-хорошо, чтобы желатин растворился. И вот уже даже чувствуется, что наша водичка загустела. Хотя это всего-то 3%. Мы дальше будем использовать желатин в большей пропорции. И теперь мы должны нашим желатиновым клеем очень хорошо промазать нашу доску. Поскольку мы левкасим с двух сторон, то и клеем надо проклеивать получается с двух сторон. Но сохнуть этот слой должен сутки. Таким образом, мы не можем сейчас намазать, перевернуть и намазать там. И тут есть два варианта. Либо вы мажете одну сторону и оставляете на сутки сохнуть. Либо я сейчас покажу уловку, которую я использую для скорости процесса. Кстати говоря, если вы хотите заливкасить бочки, их тоже надо тогда проклеивать клеем. Но я не буду бокали вкасить, я их просто оставлю голыми, чтобы дерево могло двигаться, чтобы у него было пространство для движения. Но я их отшлифую так, чтобы они выглядели красивыми, гладенькими. И, возможно, их даже можно было тоже покрыть каким-то орнаментом. Прямо хорошо, жирненько промазываем все. Я использую вот такую торцевую кисточку. Мне почему-то для дерева нравится именно она. И теперь, чтобы сразу покрыть клеем вторую сторону, я просто поверну доску на бочок и сушить тоже буду в таком положении. Промажу с этой стороны хорошо и оставлю на сутки. Конечно, чем толще доска, тем легче она стоит на торце. Но, в принципе, 2 см тоже будут стоять. Главное, чтобы мимо них не ходили домашние и не роняли собачки всякие, котики у кого. Вообще, нужно запомнить, что при росписи дерева каждый слой сохнет сутки. Потому что дереву нужно дать время втянуть в себя клей, левказ, краску. Все, чем мы его покрываем. Кисточка может быть больше? Может. У меня есть больше, я ее просто не нашла. У меня есть больше, конечно. Но, понимаете, задача всех этих проклеек, всего левкашения, не в том, чтобы погладить нашу доску, а в том, чтобы как бы вбить в нее наши слои. Поэтому я использую такую кисточку, а не какую-нибудь там, например, малярную, да, которой можно было в два мазка покрыть полностью доску. Я туда стараюсь подвбивать немножечко наш клей. И вот в таком положении я оставляю доску сушиться на сутки. И когда наша доска высохла, прошли сутки, нам нужно сделать цировку. Цировка это такие надсечки на доске, то есть там надо доску взрыхлить. Вообще, чем шершавее наша доска, тем лучше на нее ляжет паволока. Она просто к ней, ну, прицепится. С гладкой доски она будет съезжать. Цировка примерно сантиметр между линиями простым канцелярским ножом. Мы вот так царапаем нашу доску. Не нужно делать это по линейке, просто от руки в одну сторону. Ну, тут широко получилось, можно между еще раз пройтись. Смотрите только аккуратно, когда вы делаете на себя, не пырните себя в живот. И когда мы прошлись в одну сторону, нам нужно сделать такие же наклонные надсечки в другую. То есть перпендикулярно этим линиям, чтобы у нас получилась сеточка. И поскольку мы левкасим с двух сторон, то аналогичную сеточку нужно будет перевернуть и нацарапать с обратной стороны тоже. Обязательно подложите на стол что-нибудь, чтобы не поцарапать поверхность стола. Когда остается маленький кусочек, можно с удобной стороны. А с вами была Екатерина Лакутина, и мы увидимся в следующем уроке.